За 50 лет не сказал ни одного сочувственного слова. Вот насколько надо быть бесчеловечным и отравленным, какая должна быть внутреннее содержание целого народа, чтобы держать вот это в тайне. Миллионы людей по национальному признаку на физическое уничтожение. Миллионы людей. Народоубийство совершенно незащищенных людей. Абхаз, Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, Прибал, Таджикистан, Осетия, Ингушетия. Идет бойный народ. И в этих условиях я очень рад, что все-таки Жириновский и его команда нашла в себе мужество и талант действительно показать внутреннее содержание России. Стоило ему только фашистующие лозунги выдать, как миллионы людей стали за ним. А те, кто сейчас с экранов, говорят, а народ темный, да сами они темные, народ светлый, он знает, что хочет. Ему нужен фашист, чем его породили, что у него он родит. Народ хорошо знает, как породил, и потом психология раба. Психология раба. Нам надо правильно дать оценку ситуации в самой России. И вот Жириновский и его команда сейчас заставят истинных фашистов драться с собой, со своей тени. Сейчас антифашистские блоки, антифашистские партии. И кто? Сами фашистующие. Те же, кто прибывал сюда на Кавказ, убивал детей, насиловал женщин с садистки. И надо поддержать и помочь раскрыть эту суть Жириновскому и его команду. Он менее всего опасен, потому что он открытый. А если правильно не оценить, не дать оценку, то будет глобально. Я скажу, что миру угрожают. Не только нам, кавказцы, в первую очередь. Начнут и продолжат. Уже начали с нас, продолжат с нас на полную уничтожение. Кавказу надо отгородиться от фашизма. Уже неофашизма. Уберечь свои народы. И нужно сейчас гражданское мужество, гражданская позиция. А воинами сейчас и оружием, и ядерами. Ничего невозможно сделать в этом. Все. Афганская война показала, что на 50 тысяч населения перед началом войны одна винтовка 905-го года образца только в Афганистане была. 10 лет и последние генералы плача выходили от радости, что живый муж. Так что ядерное оружие больше беда. Пластиковые монстры, радиовзрыватели, с часовыми механизмами. Где-нибудь один взрыв произведут. Вот тебе, пожалуйста. Компрометация, но последствия двигантские. Поэтому это тоже надо миру высветить. И к Кавказу обратиться к вам. Защитить Украину от помощи. От диверсии лучше пусть будет это ядерное оружие сейчас у Украины, чем у России. Там они совершенно уже не контролируют его. Да. Совершенно. Есть у меня десятки свидетельств, где уже источники гамма-излучения не полностью. Полностью мотор пустили. По всему миру. Поэтому будущее за Кавказом. Если мы будем с позицией, со своей программой, все вместе, мы сможем остановить и ядерную беду, и народоубийство. Единственное нам не хватает, вот единство. Единство. Нас все равно загоняют делить кусок земли. Поэтому мы отказались от всяких претензий. Категорически отвергаем. На Кавказе передел территорию. Значит, категорически. Категорически. Вопрос территории и границ с Ингушетия, с Дагестаном. Мы категорически отвергаем вообще постановку. Правильно. Поднятие этого вопроса. Категорически. На этом играет очень много. И, видимо, будет еще играть. Козырная карта. На руках. Некоторые ветери. Натравливают друг на друга. И праздновать. Да. Принцип. Поэтому. Надо все-таки в каждом народе, чтобы народ выбрал себе лидера, который бы отражал позицию народа, с головой они с преклонением, как некоторые шнурки застегивают. К сожалению, это же на целую нацию оскорбляет. Это есть даже на Кавказе сплошь рядом. Значит, это же оскорбляет нацию. Руководитель государственного масштаба идет во все видение застегивать шнурки. Ну что это такое? Ну, я скажу, что в Чечне, Ингушетии нет долины, нет ущелья, где моя нога наступала. И много хлеба, соли я здесь кушал от рук чеченских и ингушетских женщин. И много хорошего видел. Много лет назад чеченский народ дал мне звание заслуженного деятеля науки и техники республики. И я хочу в новом году в пользу случая мира, процветания и все планы, которые хочет этот свободолюбивый народ, чтобы они были выполнены. Господин президент, если вам придется быть в новогоднюю ночь, или пришлось бы быть в новогоднюю ночь в Балкарске за столом, какой бы тост вы произнесли? У нас на кавказских народах и у чеченцев при встрече пожелание свободы. Другие говорят здравия желаю. Там три и четвертые общинцы говорят, Марша, свободы. А в этом все. Скажите, с какими чувствами вы уедете в город? Я уеду с чувством уверенности, что в новом году наш братский народ чеченский сделает твердые и еще уверенные шаги к своему счастью и к своей свободе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...